всем 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 привет в сегодняшнем видосе как вы уже накатались по названию как же я люблю эту фразу на вот пересматривая все свои иногда видосы и соответственно везде все одно и то же самом начале короче ну вот хочу немножко как бы разбавлять да юморком все дела иронии но иначе в нашей игре так вот сегодня мы с вами посмотрим новый эдем как вы видите да сезон x-edem new winter is coming new winter типа я не знаю что там кто смотрел игру престолов кто там победил бастарды или кто там не помню короче не смотрел есть тех уникальных людей да которые не смотрели на игру престолов так отрывками где-то чё-то вот там оказывается такой рейтинг 18 плюс там какие стены что как бы мне еще нельзя было ладно шучу ну так вот сейчас расскажу все более-менее подробно потыкаем посмотрим на вот для начала для начала видит у меня шикарная базочка такая вот на 9 лимузина кстати чуде меня что-то пробил ну да смотрите ленте кто вот кто ты такой что ты меня ударил ну вот кто ты такой если его кто-то знает напишите ему из 29 14 штата что ты вот козел что ты тут собрался ресурсов ты ты не вывезешь убийство были надо подключать гарнизон вот ладно где он кстати да короче ну вы поняли да тут надо подключать чтоб эти все задротики не думали что они тут убийство нам не сделают тупо зафейлил мне немножко войска ну да ладно в общем то у меня тут появилась база в 2904 как видите да новое имя гаечка фарм гаечка тебе огромное спасибо за базу вот что я теперь как видите могу снимать видосы из передовых штатов и соответственно показывать вам новиночки которые в принципе в дальнейшем должны будут зайти на все наши основные штаты вот кто знает гаечку напишите это же спасибо вот что гарри может делать видосы благодаря твоей базе на вот который находится в передовых штатах и не важно что это ферма все равно всех спалю а вот шучу конечно же так вот небольшая предыстория предпосылка кто не в курсе на в нашей игре потому что у нас много ребят кто смотрит видосы и не так давно начали играть объясню в нашей игре есть передовые штаты да у них нумерация идет в основном под 29 там 01 02 03 04 05 06 сколько там 12 уже и так далее и тому подобное по сути это такие штаты где играют такие же обычно ребята как и мы все с вами вот причем играют в основном очень давно вот просто не находятся в передовых штатах эти штаты обычно забиты под завязку сюда не так просто мигрировать в основном насколько я помню но поправьте меня если я не прав штаты другие наши которые когда-либо когда-либо скрывались то есть много игроков бросила игру кто-то мигрировал штат опустил разрабы закрывают этот штат то есть его номер вообще пропадает и они игроков соответственно расселяют по другим штатам соответственно некоторым предлагается насколько я помню переехать в передовые штаты либо там еще в какие-то допустим да там вот и вот и вот в эти вот в эти можно переехать бесплатно во все остальные если у вас есть купоны миграции можете мигрировать там самостоятельно либо допустим там приглашаются в передовой штат в чем разница в чем отличие передовых штат да в том что все нововведения в игре в принципе происходит в основном через передовые штаты сначала это все появляется в передовых здесь ребята играются тестируют испытывают на себе всю боль и страдания всех ошибок разрабов все что здесь плохо работает и так далее ну короче условно это типа аля бета-тестирование ребята играются все это все страдания и боль проходит на себе потом разрабы что-то фиксят если вдруг нужно и для нас с вами игроков в других штатах выкатывает уже более-менее вылизанную версию того или иного эдема либо там каких-то новинок которые происходят вот когда-то некоторые обновления накатываются на все штаты естественно это появляется и в передовых и во всех остальных одновременно но есть вот такой вот нюанс как видите здесь даже немножко оформление другое алды я думаю поймут вот соответственно тут всякие фишечки вот ну не все поймут но многие прослезятся да вот такой вот купон обновления товаров вот всякие вот эти вот моменты еще как бы ну фермочка как бы здесь не так много всего ну короче поэтому важное самое важное что я хочу отметить то что здесь будем мы с вами смотреть в принципе может появиться у нас в основных штатах это первое второе после любых обновлений здесь ну игры там новой демо и так далее разрабы возможно что-то могут поменять ну то есть я вам сейчас здесь покажу что-то одно а на релиз в другие штаты выйдет уже немножко допустим что-то подкорректированное какие-то цифры показатели и так далее там что-то добавится что-то уберется если это не нужно и вот так оно будет то есть вы просто это должны для себя понимать я всегда это буду акцентировать внимание что я пишу из передового штата соответственно это будет подразумевать что когда это все выйдет в релиз в остальные штаты могут быть изменения что-то может быть не совсем так как я показываю какие-то цифры могут быть не совсем такие как я показываю может быть а может быть все будет один в один это просто нужно иметь в виду вот ну довольно болтовни забыл всем приятного аппетита и приятного просмотра а вот а мы соответственно начинаем а вы не забываем подписываться но как бы да это уже пора сделать ладно так вот давайте короче смотреть смотрю вместе с вами первый раз много чего будем читать много чего будем смотреть много чего будем анализировать вот короче погнали вот у нас название немножко измененное меню да тут больше есть кнопочек задания фракции по сути это у нас зима давайте начнем с общего да это зимние дем вот все как обычно как бы есть сразу же плиточки тут и 18 уровня и выше это мы понимаем да кто играл уже в зимние дем кто не играл посмотрите видосы зима близко здесь как бы новая зима близко как бы вот такой вот есть сразу же первое отличие да мы с вами видим границы синие границы красный зима близко обычный зимний дем играется в четыре фракции здесь всего две фракции то есть вспоминаем да и дем конфликт север-юх тот же принцип север-юх соответственно есть и здесь то есть не четыре фракции уже две скорее всего возможно разрабы просто уже хотят убрать конфликт и заменить его на вот такой вот новый эдем зима близко где аля конфликт но зимний и есть четыре фракции зимний все вот такого плана хотя за эти четыре фракции были по-моему и не зимние но они как-то не зашли вроде как насколько я помню их убрали в итоге я так и не понимаю зачем уже столько новых эдемов сделали почему старые недоступны вот алды кто помнит эдем диссидия напишите прослезимся вместе давайте смотреть что у нас четыре региона как обычно доступны 1 2 3 4 в каждой фракции принцип тот же нельзя вступать в гильдию которая находится не в вашем соответственно регионе они здесь как-то странно не всегда подписаны мне надо выйти показать вам у них просто разные цвета регионов но не написано там как раньше на этом с 1 с 2 с 3 с 4 может поправят может я не заметил ну короче все равно пока гильдия что-то у вас не захватила в вашем регионе зайти туда в эту гильдию нельзя вот ну соответственно как бы для этого нужно будет проходить ворота как обычно дальше что еще теперь тут заметил я ну соответственно могла немножко поменяться карта но скорее всего поменялась есть вот эти вот видите такие прямые регионы такие более прямые моменты она я имею ввиду карта по сравнению с конфликтом потому что ее ближе сравнивать с конфликтом чем соответственно с зимним эдемом там 4 фракции но там совсем будет другая карта есть вот эти вот промежуточные моменты я еще пока с ними там до конца не знаком но давайте смотреть что у нас еще есть из особенностей смотрим дальше есть у нас вот такие вот здания как видите они прям на карте у нас отмечены вот я его показывал исследовательская база авангарда свободы сюда мы можем соответственно то у нас есть сопротивление холоду фракция севера вот мы сюда можем жертвовать у нас есть определенный ресурс мы его можем что все наши я так понимаю фракции вот и получать за это бонусы течение сезона атака пустоши во всех боях во всех районах там плюс два с половиной плюс три это все прокачивается то есть чем больше людей донатить сюда вот в это вот пожертвования тем быстрее но прокачивается сразу говорю вот этот ресурс как он у нас называется где ты у нас дорогой бар 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 бум 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 хрену знаю где то есть по-моему где то тут его пролистал да так быстро хотел найти вам показать как он называется в итоге а вот строительные материалы фракции ну все просто короче все зарабатывается у нас зомбарей с ледяных троллей которых мы колбасим мы заходим сюда и видим соответственно да у нас как обычно есть награды по рейтингу которые у нас идут в зимнем эдеме опять же есть отсылки к зиме кто не знает смотрите зима близко про эдем видос после этого смотрите это все поймете вот ну и соответственно мы можем зарабатывать вот эти вот ресурсы награды за победу и так далее думаю да я так понимаю чем выше уровень тем больше соответственно наград у нас первый уровень где у нас хотя бы другой хотя бы вот третий ну да тут немножко отличается поэтому ну колбасить зомбарей придется по-любому чтобы прокачивать соответственно эту это здание на вот но и как вы понимаете это нужно делать всем кто находится на карте то есть если это какой-нибудь там ну скажем так ленивый альянс или ленивая гильдия то это будет просадка по вот этим вот моментом ну вот тут есть награды за захват и так далее пока не совсем понятно что тут захватывать все можно вроде как захватить нет всяком случае нет но возможно это все можно как-то перезахватить я не вижу просто но видимо захватили либо в нет будут захватывать время начала через 8 часов я так понимаю что можно это все захватить и потом соответственно это все будет работать ну как то так я как видите здесь не в топовой пока кильди чтобы меня тут прямо с моей базы 21 взяли и посмотреть это все после захват ну что поделать а вот кроме этого здесь есть и другие здания центр удаленного мониторинга на вот здесь конечно же нужно захватывать я так понимаю мы сюда пока жертвовать ничего не можем нужно прийти дождаться так сказать я думаю тоже будут некие бонусы ну такой есть у нас везде в принципе в каждом секторе есть одно и вот эти вот два вот ну столица соответственно тоже самое она есть везде где-то есть вот принцип у нас тот же самый в плане заслуги да то есть у нас все рейтинги идут по заслугам но это мы в принципе можем наблюдать и вот здесь информация фракции боевые заслуги фракции соответственно север и боевые заслуги гильдии соответственно личные боевые заслуги и награды личных атак вот здесь соответственно уже и так понимаю награды личных атак наверное это все относится к нашим зомбарям до личные очки охот вот что еще бы у нас хотелось отметить у нас есть вот этот вот засранец бегемот у нас есть как и из зимы северные силы да то есть можно ставить здание вот соответственно их тоже прокачивать здесь у нас раз два три четыре вроде как все те же здание да может добавилось в родине здесь то же самое 5 в общем вы видите сами это у нас есть поручение все это как в зимнем эдеме у нас все есть соответственно есть награды за победу то есть за убийство да то есть тут они у нас с периодичностью происходит там три четыре дня или неделю помочь три дня может три вот за убийство солдат чужой фракции в рейтинге вы получаете определенное количество заслуг ну кто в курсе я думаю поймет а вот ну и соответственно задание фракции вот она у нас идет наши открытые центр мониторинга не открыты у них свои уровни бои начнутся в общем много чего интересного на самом деле дофигищи пока просто закроем вот они у нас находится я так понимаю это в каждой у нас в каждом секторе они по умолчанию сразу наши а вот ну а потом уже остальные будем мы захватывать да ну остальные я имею ввиду вот эти вот типа удаленные центры мониторинга вот соответственно давайте посмотрим что у нас в этой вот средней зоне так сказать да который будет открываться для битв в первую очередь да есть кстати вот такие вот моменты интересные да то есть в зиме у нас двух сторон ворота здесь с одной но здесь жирные плиточки ну такого у нас как бы не везде но она есть не забываем об этом ну как бы да не на разрабы про нас тоже не забыли есть тоже здесь столицы а вот соответственно после захвата очки единственное что хотелось бы заметить заметить дайте проверю сейчас да что ты включи мне столицу что я тут не увидел да смотрите это у нас если я не ошибаюсь тоже из конфликта то есть столица в своем секторе просто дает очки заслуги за первый захват столицы уже соответственно в промежуточном секторе и ближе к центру должны давать заслуги каждый час давайте проверим да здесь 400 тысяч за захват 5000 каждый час каждому участнику захватившей гильдии ну и соответственно здесь 10 тысяч каждый час ничего себе вот поэтому иметь им это ввиду и в принципе все понимаем да возможно это конечно исправит возможно нет но если не ошибаюсь в конфликте так тоже есть то есть там за свою так сказать секторную столицу там просто идет за первый захват а уже за остальные идет начисление как бы заслуг каждый час на каждую базу в зиме в обычной зиме даже за свою столицу в своем секторе появление своей фракции вы получаете тоже заслуг нам по 2000 на вот что у нас здесь ну по карте я большого на обзора пока делать не буду я не замечал у меня так много там людей r4 и r5 которые прям мониторят карту чтобы понять как там где ходы сразу чё в общем кому надо будет отдельно если прям нужно будет видос более подробно просмотреть всю карту где ворота как что пишите если нужно сделаем но как бы сомневаюсь что у меня так много людей которым это уже кстати где-то водичку завезли прикольно я даже не обратил внимание ой какая красивая водичка да в зиме я уже соскучился за вот этими вот мостиками вот первого уровня ну да ладно тут конечно такая себе карты скажем так интересная как по мне но это вот наши не путайтесь да это не столица вот эти наши здания эдемовские которые нужно захватывать вот они здесь у нас находятся но река и есть это радует конечно разделение рельефа давно я уже их не видел ну а здесь вообще некая какая-то такая прям прямая скала о давайте что посмотрим что это за стола фракции ничё сия что это у нас такое я ничего не видел дайте посмотреть 4200 еще 100 пушечки какие-то и по сути даже это не скала это прямо подъемные рельеф наши ребята реализовали вот прям такой теперь сверху можно на кого-то накидывает на долбить зачем мы просто нарисовали скалу и ладно нет сделали прям выступ с подъемом такого плана да видите вот он и тут типа тоже джин как выступ да ну типа наверно да ну вроде как то еще выше и выше но сделали нам по тему наверно все таки зимы что это у нас она станции помощи здесь уже другие видимо станции будут открываться со своими бонусами которые тоже нужно захватывать 10 10 уровня в общем много чего интересного не знаю даже что из этого вам пока конкретно показать во всяком случае она есть это конечно будет более подробно уже дальше когда будет происходить хоть какие-то захваты ну я думаю в принципе каждый из вас видит самостоятельно что есть новое здание есть новые бонусы ну и соответственно как бы есть много чего нового центр у нас как видите вот он есть ворота входа по двое с двух сторон ну и соответственно здесь уже вот таким вот образом реализован как оно конечно будет дальше видно посмотрим что из интересного теперь переходим соответственно по самим менюшкам то есть у нас такой получается некий микс аля зима близко для четырех фракций но по карте и с условиями больше как приближенный конфликту но уже без вот этой вот погоды еще которая сейчас там есть и всего остального просто как бы ближе к конфликту то есть такой миксованный переделанный конфликт под зиму соответственно с некоторыми элементами зимы и что у нас здесь еще есть но вехи как обычно все это есть все эти задания периодически которые у нас происходят достаточно похожие в зиме особенно а вот переходим переходим соответственно давайте в менюшку тут тоже есть еще это еще не все есть там еще некоторые моменты которые я вам покажу по наградам достижения фракции так далее ну как бы все это есть единственное что здесь добавили как видите машинки новые элементы пейзажа да ну можно на паузу почитать получаем мы от них бонусы которые работают только во время сезона это уже интересно и плюс их там можно будет час покажу как зарабатывать они есть разного типа качества и так далее вот какой-то красный лорд дикий мародер еще дикий мародер ну в принципе работает как обычное украшение на базе со своими бонусами и которые прокачиваются за счет таких же копий ну и соответственно здесь непобедимый джип и так далее и тому подобное это все в принципе не вижу смысла здесь показывать здесь все в основном то же самое что и зимы ничего нового ну кроме за исключением вот этих вот некоторых добавленных машинок некоторые виды наград достижение гильдии соответственно ну тоже все то же самое ну и здесь соответственно достижение фракции практически вот не помню есть у нас сундуки в в наградах или нет надо посмотреть в зиме не обращал особо но вот эти награды обычно уже не все получают а только так сказать самые самые вот сезонные испытания как обычно что у нас тут в конце дают красная ремонтная платформа алый спасатель ничего интересного в последнее время скины в элитке стали так себе мягко говоря это уже показывал награды сезона вот думаю многие ждут когда же ты уже покажешь награды соответственно награды фракции из награды чемпиона и второе место чемпион получает вот эти все скиночки музыки не скиночки просто декор на базу вот я так понимаю они будут и дальше у вас сохраняться и работать это имейте ввиду если это будет на основе в следующем этими вы опять зайдете получите награды там какие-нибудь эти скиночки вы их опять прокачаете короче накопительная система чем больше вы этих наград получите им больше они у вас будут работать в следующем сезоне и вы сразу будете с некоторыми бустами не один уже есть я вам сейчас все покажу а вот на соответственно первое место для награды фракции то есть монетка вот эти вот скины 3x купона 3 на выбор s1 s4 100000 монеток вот за второе место соответственно вот этих скиночков уже нет 2x а 2 на выбор 100000 монет с этим монет везде одинаково заметили везде по 100000 ок награды гильдии награда чемпиона по накопленным боевым заслугам гильдии занимать первое место в своей фракции да ну то есть у нас будет две гильдии которые получат эти награды в одной фракции топ-1 гильдии и во второй фракции топ-1 гильдии не важно кто из них выиграет какая фракция в каждой фракции свои рейтинг гильдии и вот эти награды будут исходить, исходя из рейтинга вашей фракции это немаловажно периодически бывают всякие нюансы ладно, давайте смотреть, награда чемпиона ну вот у нас 3 скиночка вот этих, ну это R5 получает 2 монетки, 3 икса 100 тысяч ну и опять же гвардейский скиночек на 60 дней вот ключевая награда 3, 2, 3, 1 по-моему с разницей с R5 нет вообще ну разве что может быть в каких-то, ну здесь тоже 60 дней, ну короче соответственно награда ключевых сил уже 1 монетка, 3 икса и здесь этих уже 2 и все ну и здесь соответственно тоже 2, 2, 1 понятно награда чемпиона за 2 место а ну да, забыл это еще контроль завоевания, здесь уже соответственно сепаратист они на ваших экранах уже показывать особо не буду можете нажать на паузу посмотреть за первое, второе награды и третье место ну как видите скиночки еще есть в четвертом месте тоже еще есть да но правда только у всех у всех кроме обычной награды то есть по четвертое место включительно до награды главных сил все дальше уже получается там гильдии топ 5 и так далее они уже этих скиночков здесь в наградах не получают окей личное достижение ну соответственно здесь 15 тысяч здесь у нас лидер бунта и ни хрена не видно что это у нас такое но явно это чуть-чуть другая машинка вот 50 тысяч 30 как и было 1 на икс 1 на выбор ну короче добавились вот эти вот моменты ну кому интересно смотреть вот так награды середины сезона можно смотреть вот так теперь вот ну соответственно на паузе можете как говорится посмотреть миссии фракции никуда не делись все так же все то же самое все отправляется все работает зарабатываем заслуги куда же без этого но здесь я уже смотрел то есть пока здесь не знаю просто как по мне показывается сколько в наличии у вас в вашей фракции есть и координаты с быстрым перемещением все давайте еще глянем бонусы да ну то есть можно посмотреть общие бонусы от всех зданий которые там вам принадлежат соответственно рейтинг вкладов давайте посмотрим здесь наверное тоже что-то у нас есть награды рейтинга вкладов вау шикарно в конце сезона мой рейтинг 1522 вау я даже не в рейтинге рейтинг всего до 400 человек и если вы будете хотя бы в топ 10 то вам в конце сезона направят 30 тысяч наших медалей для передовых отрядов ну и для всего остального а будьте в топ 1 100 тысяч 60 тысяч 40 тысяч короче неплохая тема жирная если вы будете в топ 1 а для этого нужно получается да по кд долбить зомбарей причем как можно выше уровня а это соответственно чем сильнее ваша база чем больше вы донатите тем короче кто не донатит скорее всего сомневаюсь что вы усердием перебьете какого-то донатера который будет все время бить выше уровня и зомби чем вы ну просто потому что он сильнее ну да ладно соответственно есть вклад гильдии вот мы тут прям на 37 месте у нас крутая фермерская гильдия вот я еще пока тоже ничего особо не жертвовал ну короче тема нормальная прикольно не могу сказать что прям сильно ну просто появилось другое новое здание в Эдеме будет давать бонусы и все посмотрим конечно какие бонусы до конца в итоге да там дойдут может там какие-то овер крутые бонусы вот но прикольно что есть награды за вклады да то есть как бы не я бы просто так вкинул чтобы победить а еще из-за этого как бы могут поглое погладить а вот давайте еще глянем пока меня еще интересует наш 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 личный недельный рейтинг у нас так и остается да то есть если вы каждую неделю лупите много получаем соответственно много наших золотых и соответственно для хопных с кристальчиков что классно и насчет сезонного рейтинга да то есть у нас получается он тоже есть будем каждую неделю долбить босса гильдии награды флешечки как обычно тоже присутствуют да то есть жирно на самом деле можно если вы еще в топ гильдии рубануть себе флешечек еще значков в конце эдема а если вы там еще и по вкладам там в топ 3 вошли допустим да там еще рубануть себе наградочку в общем достаточно жирно можно получиться вот последнее что хотелось бы еще в принципе затронуть в самой гильдии это конечно же навыки сейчас там их там периодически обновляют не обновляют и так далее и тому подобное описание немножко кривоватое где-то может я не понимаю ну вроде как вроде как вот в новом эдеме сейчас который у меня идет в зиме вот эти все навыки у меня там есть а вот этого у меня там нет ну и кто R5 R4 активно пользуйтесь полезные навыки я знаю что многие прожимают просто лечение и все остальные навыки забивают а они как бы ну роляют иногда нужно просто понимать когда это все подрубать не спрашивайте меня когда я уже на пенсии ладно давайте посмотрим на 10 уровне открывается вот этот вот навык помощь в защите вы сможете активировать хранилище энергии силового поля для конкретного члена гильдии обратите внимание что вы не сможете применить навык если силовое поле командира находится в процессе кулдауна то есть перезарядки или активировано в данный момент насколько я понимаю R4 или R5 которые используют этот навык могут активировать зарядку щита на любой базе в своей гильдии я это понимаю так и эта фишка очень классная да когда вы где-то ставите стену из баз в виде щита а кто-то как обычно не онлайн из этой стены и нужно заряжаться а этого человека нет в онлайне и никак к нему не достучаться а нужно включить ему щит одновременно с другими допустим далее вообще в целом нужно его включить щит я так понимаю этот навык будет работать именно для этого но есть как бы условия понимаем да что силовое поле у этой базы этого игрока не находится в перезарядке перезарядка имеется ввиду что недавно он использовал этот щит зарядил использовал все время или простоял какую-то часть после этого происходит кулдаун то есть перезарядка нужно подождать определенное количество часов дохренища по-моему сколько 14 или 16 или меньше и после этого можно опять заряжаться щитом и опять использовать то есть если эта база недавно уже стояла под щитом даже с этим навыком второй раз вы ей щит не поставите ну и соответственно не активирован данный момент он уже начал заряжаться и вы хотите его еще раз активировать Ну это глупо, логично, что раз он уже заряжается, какой смысл Ну, в общем, такая фишка есть Ну, соответственно, как бы огненный марш Все помнят еще с тех моментов, как он пришел Вкратце, да, просто на точку 3 на 3 Флаг 5 на 5, обычно флаг, да, там А это точка 3 на 3 То есть скорость похода плюс 100%, но при этом прочки тратятся в 2 раза больше Ну, то есть вы ставите флаг, допустим, вам нужно срочно взять ворота быстрее, чем ваш соперник Или вы там стоите вдвоем возле ворот Вы ставите флаг, вы ставите, соответственно, этот марш Чтоб он попадал на ворота И вы будете туда бить в 2 раза быстрее Точнее, ездить будете в 2 раза быстрее Но прочки будете тратить в 2 раза больше То есть так бы вы тратили 20 С флагом будете тратить 10, как обычный удар Но имейте в виду, такая вещь есть Сбор фракций Навык можно использовать на территории, занятой вашей гильдией Но я не говорю, что это прям новые навыки, опять же, ребят Просто сейчас некоторые из них уже есть в демах Сейчас некоторых нет Но я их как бы не помню, обозревал до этого или нет Поэтому посмотрим здесь Навык нужно использовать на территории, занятой вашей гильдией Пока навык длится, все члены вашей фракции могут маршировать на территории 1-1 вокруг места применения навыка Не соединяя территории на всем пути Навык длится 4 часа и имеет время восстановления 168, на которой применяется навык Будет покинут или занят Навык немедленно станет неэффективным Короче, насколько я помню Выбирается плитка, ставится этот навык И от этой плитки можно скакать Короче, и не надо там соединять плитки Но что-то в этом духе, насколько я помню Типа как временно делают плитку Вашей плиткой Вашей, насколько я помню Типа вашей гильдии И вы от нее сразу там свои плитки берете Ну если ее там эту плитку вашу, выставленную под этот навык Захватывают, допустим Навык обрубается Насколько я помню, это примерно так работает Но мы этот навык использовали еще, когда он был в зародыше Впервые там введен Ладно, бросить этот навык можно использовать только на территории, занятой вашей гильдией Не находясь под защитой После активации навык неумедленно превратить целевую территорию в нейтральную В период целевую территорию в 7-2 часа Насколько я помню Не знаю, сколько здесь диапазон работы Вот принцип работы как ракета-разрушитель в ТД Определенная зона Скорее всего, наверное, 5 на 5 Да, ракета же 5 на 5 белая Становится без плиток Ну как без плиток То есть если там были плитки захваченные Они убираются Это очень эффективно Вот буквально Многие, я думаю, сталкивались с ситуацией Когда вам особенно нужно выстроить там Опять же, стену из баз Чтобы сделать щит А там какой-нибудь друг Взял себе плиточку Там 15-16 уровня для прокачки Он, естественно, в оффлайне Его, естественно, нет А плитку нужно ему отказаться от нее Чтобы вы могли захватить и поставить туда базу На это место И там был щит Но этого не получается сделать Вот, по идее, этот навык для этого В основном и нужен Если у вас там есть какие-то плитки Которые за членами вашей гильдии Но вы не можете там до них достучаться Чтоб они от них отказались Вы жмакаете этот навык Как я понимаю Плитки становятся никем не захваченными И вы можете их захватывать Потому что раньше как решался этот вопрос? Правильно, человека просто выкидывали из гильдии Плитки становились Негильдейскими Их можно было перезахватить Чужие, соответственно Ну, а человек через сутки возвращался Это было, конечно, неудобно Теперь как бы есть такой вот навык Ну, мелочь приятная Экстремальное лечение как бы есть Тут тоже были некоторые фиксы Чтобы он там в первую очередь там лечил Т-10, а не Т-9 Ну, уж раньше были какие-то проблемы Что у людей там Они ждали, что им Т-10 восстановят Потом Т-9 А навык там лечил и Т-9, и Т-10 Плюс там был какой-то акцент на стрелков глупейший Типа, ну, как сказать Важнее были стрелки То есть если у вас миллион Т-10 стрелков Лежит в больничке, миллион машинок Он восстановит вам, ну, допустим, миллион стрелков А машина их вообще не восстановит Вроде как там что-то фиксили Ну, окей Не важно, как бы все всегда используют Все знают Тут сейчас эти приоритеты прописаны Я просто сказал, как бы, от себя Не буду на этом сильно застрять внимание Ну, и, соответственно, стратегическое оружие Можно использовать любой из этих навыков Плюс один раз То есть на один раз больше Ну, обычно все используют лечение Как бы, потому что битвы, войны Чаще нужно подлечиться Ох, капец Сколько я тут уже хоть пишу? 35 минут, негодяйся Короче Как по мне Человеку, которому зима зашла Зима зашла И я уже четвертый дым играю в зиме Не знаю, мне он по кайфу Вот честно, для меня Ну, может, просто потому, что Я уже переиграл в свое время В конфликты И они уже реально бесили Особенно, думаю, вот так сказать Перед моим уходом из моей Из моего основного альянса Да, сильного Где у нас три конфликта подряд А до этого в основном тоже были конфликты И потом вот эти вот новые демы Мы все равно играли в конфликт И кто не хотел играть в новые Все очкуют или привыкли И окей, ради бога Ну, как бы, ваши желания Ну, мне уже вот так он поднадоел Уже просто Что я решил, что вот зима классно Тут и Зомбиков можно побить Тут и, соответственно, как бы Плиточки более высокого уровня Тут уже немножко другая стратегия Карта, конечно, мне не очень нравится На четыре фракции Но здесь на две Будет тоже интересно Вот Я думаю, это смена, конечно же, конфликта Напишите ваши комменты Кто, ребят, в передовых Вот Кто тут со мной на одной карте Карта, короче, у нас 0.48 Я вот где-то здесь Вот Кто меня увидит Ну, вот На базе гаечки, как говорится Всем привет Вот Сильно меня не бейте У меня только Т7, Т6, Т5 Я не особо активный Вот Ну, если кто-то из моего прям Вот этого вот Места Или где-то рядом И будет сюда идти Вот Зовите к себе в гильди Вот Ради хороших наград Может быть Мы гаечки прокачаем эту базу Вот И будет эта Уберферма Такая прям всех нагибающая Сомневаюсь, конечно Но Кого-нибудь-то она должна нагнуть Короче Ребятки Не забываем подписываться на каналы В ютубчике В тележечке Напоминаю В тележечке в основном Все коды, которые бонусы выходят Эксклюзивно только в телеге Я их редко в ВК публикую А вот В ВК в основном другая информация Поэтому не забываем туда подписываться Я про канал Я не конкретно про группу Для обсуждений В ВК группа тоже есть Туда новости дублируются Вот Ну и эксклюзивчиком Что-нибудь еще тоже заливается Бусти в процессе А вот Увидимся в новых видосах И Пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok